Мне кажется, что другого пути здесь нет. Во-первых, вот этой политикой, которая пусть на протяжении небольшого времени, но этого времени достаточно была для того, чтобы эти жертвы и... Катастрофа, по сути дела, гуманитарная катастрофа, до которой довели правители, майдановские правители Юго-Восток Украины, уже просто вот сказать, давайте, ребята, давайте жить дружно, возвращайтесь и обратно. Все, давайте снова, как мы пересмотрели, все замечательно будет и хорошо. Уже этого не будет. Они убивали свой народ. И никто не пойдет и не будет с ними снова обниматься и говорить, что давайте, да, слава Украине. Не будут кричать там слава Украине на Юго-Востоке. Как там это будет развиваться? Ну, мы видели, что, к сожалению, Россия не могла оказать прямого воздействия на то, чтобы остановить агрессию. Ну, нельзя было это делать. Нельзя было вмешиваться, фактически вмешиваться в конфликт, который происходит в суверенном государстве. Потому что этого, в принципе, только и ждали. Когда это произойдет, когда Россия введет войска, когда уже завержат все вокруг о том, что в очередной раз там Путин, агрессор, кровавый и так далее, и так далее. Нельзя было вести и боевые действия там тоже. Ну, в общем, много-много-много но. Но самое главное, то, что Юго-Восток уже никогда не будет той Украиной, которой он был. Будет ли это Донецкая республика, Луганская, или будет это Новороссия, или как-то будет называться еще, но это будет что-то уже другое. Уже мир поменялся, люди поменялись, поменялся менталитет. Если тебя приходят убивать, а потом говорят, ну ладно, так и быть, оставим тебя в живых, нет.